Человечество. Представьте себя в такой роли. Вы, ваши братья, с вас начинается мир. И вы не маленькие, вы взрослые. Вы мужчины. Мы не знаем, сколько конкретно им лет, но написано, что Ной после потопа прожил 350 лет еще. И, скорее всего, они тоже были достаточно взрослые. Хотя там и были, и младшие, и меньшие, и так далее, но они были взрослые. Люди, возможно, уже, знаете, ну так, юноши, по 100 лет им было, но все же. Итак, мы понимаем, что вот все закончилось. Они выходят с ковчега. Помните, что дальше? Приносит Ной жертву благодарения. Благодарение. Богу нравится. Ему приятно. Он говорит, Ной, я хочу заключить с тобой, со всем человечеством завет. Не будет больше потопа. Вот, и для подтверждения того, что не будет потопа, я дам вам такой знак. Радугу. И мы видим радугу до сегодняшнего дня. Это знамение. Это не просто какое-то физическое такое, ну, что-то, как это говорится, явление, да. Это действительно Божий, Божий значок для нас, напоминание. Бог просто сказал, что топить, в общем-то, не будет, но земля сгорит. Ну, вот так, следующий вариант земли, он сгорит. Итак, перед ними лежит целина. В прямом, неперенослом смысле. Вот, иди, ты можешь поселиться на любом участке земли. Самом лучшем. Вот, знаете, если раньше ты мечтал и там смотрел на чью-то ферму и думал, вот если бы я здесь жил, живи. Ты можешь построить любой город, ты можешь делать все, что угодно, все открыто перед тобой. И прошлое, оно стерто. Это возможность начать жизнь вообще реально с нового листа. Чистый лист. Вот вам дали и сказали, вот тебе, на, пиши историю, какие цари, будут ли вообще цари или не будут, будут деньги или не будут. Это ж от тебя зависит, как ты поведешь все. Может, не будет. Мы построим такое общество, где денег не будет, например, красота. Итак, Бытие, 9 глава говорит об этом. 18-е и 19-е стихи. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана, то есть был еще внук Ноя, Ханаан, сын Хама. Те трое были сыновья Ноя, и от них населилась вся земля. От них, от этих трех молодых людей написано, что у Ноя больше не было детей. Ну, вернее, не написано, что были. От них, от этих троих населилась вся земля. И все трое, они получили благословение от Бога. Бог благословил их. Он обратился к ним и сказал, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. И дальше мы читаем, смотрите, интересную историю с 20-го по 27-й стих. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник». Ну, это естественно, надо как бы жить. Понятно, что зверей они есть, но это тоже не происходит мгновенно, что они вдруг стали множиться и умножаться. И, во-первых, это для них ново было кушать эту пищу зверей и так далее, и так далее. Потому что для этого вегетарианцы. Ну, Ной по старой памяти насадил виноградник. «И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженный в шатре своем. И увидел хам отец Ханаана на готу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Ефет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли на готу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели на готы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих. Потом сказан, благословил Господь Бог Хсимов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Ефета, и довеселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». Итак, интересный вот такой вот диалог, обычно мы его быстро проскакиваем, и идем читать дальше о том, как они там башню строили, и так далее, и так далее. Но, смотрите, на самом деле, напоминаю, три человека, от которых появятся все народы. И вот хотите, верьте, хотите, нет, все люди, которые живут сейчас, они произошли через этих троих, когда-то, давным-давно, годы назад. И происходит вот такое вот событие, которое, ну, оно очень сильно потрясло Ноя. Вы видите, да, интересно, что он проспался, и он говорит не о Хаме, но он говорит о его сыне. Фактически он говорит о внуке, хотя внук тут вообще ни при чем. Внука там не было, он не участвовал в этом всем. И мы понимаем, что, ну, что такого Хам плохого сделал? Ну, вот если реально. Он увидел Ноя в недостойном, в каком-то, наверное, оголенном виде, да, как это было, выглядело, мы не знаем. Не написано, что он смеялся над ним. Не написано, вот если так говорить жестко по тексту, да. Или некоторые комментаторы еврейские, вы знаете, они такие вообще кудесники в комментариях. Они говорят, например, есть вариант такой, что младший сын, он просто оскопил Ноя. Другой говорит, что он его изнасиловал. Вот, да, ужас такой. Но потому что написано, что Ной, он очнулся и увидел, что он сделал над ним. Понимаете, да? Но если мы смотрим на Библию, в Писании мы не видим такого. Мы видим определенное неуважение, определенное непочтение. Но, тем не менее, это настолько сильно впечатлило Ноя, что он проклял его внуков. Не самого Хама, но Ханаана, его внука, получается, который был вообще не при делах. Ну, тоже неизвестно, мальчик он или юноша, не мальчик. То, что он внук, это не значит, что ему 150 лет не было. Тоже мог быть взрослым. И мы понимаем, что мы можем столкнуться с оголенным человеком. Например, вы придете летом на Одесский пляж, и вы легко можете столкнуться с топлес, так сказать, оголенным человеком. Ну, и что, после этого проклятие на всех? Нет, вроде как, да? Возможно, он не просто столкнулся. Возможно, он столкнулся, знаете, как говорится, посмотрел дольше положенного. Мы не знаем. Но что-то произошло, что-то, которое очень сильно коснулось и ранило Ноя. И он, в принципе, смотрите, как интересно. Он мог сам прикрыть наготу своего отца. Но ведь согласитесь, да? Но ты столкнулся, ты увидел, ты быстро накрыл. И рот закрыл на замок. Никто не знает. Папа даже не знает. Согласитесь? Ну, что, он все равно спит пьяный. И все. Но здесь получается, что он вышел к своим братьям. И выйди рассказал двум братьям своим. То есть, он вышел и начал говорить о наготе своего отца. И те, уже понимая, что они там увидят, зашли задом с покрывалом и просто накинули. То есть, они не видели, но, тем не менее, они узнали об этом состоянии Ноя. И мы понимаем, что они сохраняют лицо отца. И когда дальше люди развивались на земле, разные группы начали образовываться, мы же тоже понимаем, что земля, представьте, огромный земной шар, 7 миллиардов человек сейчас живет, они не могли населить землю за один день и даже за 100 лет это невозможно. Ну, сколько людей может родиться за 100 лет? Пускай они живут все, ну, пускай их было тысячи человек, да? Но это всего лишь тысячи человек, это село. Не такое, это маленький городок. Пускай они начали распространяться в какие-то группы. И тем не менее, народы начали появляться не сразу. Сначала это был такой патриархальный строй, когда был там отец семейства. Потом они начали группироваться в какие-то кланы, в какие-то группы, в какие-то подгруппы феодальные, так и так далее, и так далее. И им становилось теснее, и не было проблем. Тесно, вон, все впереди тебя. Ну, представьте, вот, ну, это же несложно. Вот нас здесь 150 человек. Считайте, что это там одно-два поколения. И представьте, что вся земля перед нами. Разве нам было бы тесно? Абсолютно нет. Мы могли бы жить, знаете, на очень больших расстояниях, и один на 100 тысяч километров каких-нибудь квадратных. И не было бы нам тесно. Итак, они расходятся. И интересна судьба этих групп. Потому что мы понимаем, что от каждого этого сына, они стали патриархами, от них появились эти большие группы, которые развивались, в свою очередь, потом делились на меньшие, на меньшие, и разоселяли землю. Интересно, что люди, которые появились, группа, которая произошла от Ханаана, помните, да, внука Хама, внука Ноя, сына Хама, она начала заселять землю, которая находилась в таком районе, который назывался Междуречье. И это вот тот вот небольшой участок, где находится Израиль, где находится Египет, и вот эта часть. То есть, люди, которые произошли от Хама, они начали переселяться в ту сторону. Интересно, что, что говорил Ной. Смотрите, он говорил так. «Проклят Ханаан, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же, снова говорит, будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых». И снова говорит, «Ханаан же будет рабом ему». Итак, мы видим, что Ханаан, он переселяется в землю, которая известна, вот мы говорили, где примерно жили потомки Хама. И древний Ханаан, он был заселен, вот эта область, она так и получила название Ханаан, Хананская земля, слышали такое выражение, да? Заселяли эту область не только какие-то конкретные племена, там были самые разные племена. И в Библии мы иногда читаем такие слова, которые нам ни о чем не говорят, типа Хананеи, Хитеи, Ивусеи, Амореи и так далее. Фактически это были такие небольшие племена, которые враждовали друг с другом. И одним из таких племен, которые жили на той области, было племя под именем Гаваон. Слышали такое? Гаванитяне. Они вошли в историю, когда мы упоминаем об Иисусе Навине. Очень было продуманное племя, очень. Мы знаем, что после того, как Моисей, после долгих препирательских, говорил Валентин сегодня нам, вывел такие израильские народы из земли египетской, они пришли к границе обетованной земли, которая была, кстати, землей Ханаанской. И им Бог дал четкое повеление, вы когда туда зайдете, всех уничтожьте. Уничтожьте, они не должны жить, потому что если вы оставите их жить, они испортят вам жизнь. Они пройдут внутрь вашей, так сказать, системы и разрушат все. Они совратят вас на пути язычников. То есть мы понимаем, что то, кто там жили, они были язычниками. Они поклонялись не Богу живому, они поклонялись каким-то своим богам. И жители Гаваона, они были именно такими людьми. Они не знали Всевышнего Бога, они просто боялись силы и власти, или там могущества, которое было с израильским народом. Поэтому, когда Иисус Навин подходил с армии, они слышали о победах их, они вступают в хитрый задум. Они притворяются людьми, которые живут очень-очень далеко. Очень далеко. И они приходят в старых одеждах, со старым хлебом, со старыми мехами от вина и говорят, заключите с нами завет, израильтяне. Мы люди дальние, мы просто слышали. И вы понимаете, и обманом они входят в завет. И говорят, что мы с вами в завете. И буквально на следующий день это все обнаруживается. И весь Израиль, он впечатлен, потому что это коварство. И смотрите, как интересно они решают этот вопрос. С одной стороны, завет уже как бы не разрушишь. С другой стороны, вот люди, с которыми надо как-то существовать. Иисус Навин, 9 глава, 26-27 стих. Написано так. «И поступил с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их, и определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия, даже до сего дня на месте, какое бы ни избрал Господь». Кем стали жители Гаваона? Они стали рабами, друзья. И вы помните то, что говорил Ной о Ханану? Говорит, он будет рабом у своих братьев. Всех остальных уничтожили. Говорит, но он будет рабом. Все же понимаем саму идею, да? То есть, с одной стороны, на Хама не сказано Ноем ни слова, хотя Хам был виноват. Но Бог его благословил, и Ной считался с Божьим благословением, Ной не отменяет Божьего благословения. Но дети, его внук Ханан, он стал рабом. Они понимаем, мы понимаем, что там даже так интересно сказано. Смотрите. «Проклят Ханан», мы возвращаемся в Бытие 9 главу. «Проклят Ханан, раб рабов будет он у братьев своих». Раб рабов. То есть, у евреев были рабы. Это не секрет ни для кого. Тогда у всех были рабы. Но у рабов этих были еще рабы. Понимаете, какой уровень нижний? И мы понимаем, что евреи сами тоже попадали в рабство. Если какой-либо человек, еврей, он, например, плохо вел дела, или там проштрафился, или там были какие-то условия, мы знаем, что они могли пойти в рабство для того, чтобы заплатить свои долги. Но в израильском обществе Бог установил закон, который отличался от всех законов земли той. Раб израильтянин, он мог быть свободный, когда приходил высокосный год. Вы помните, да, что рабов отпускали, и даже им платили каких-то денег. Но мы понимаем, что у этих евреев могли быть вот эти жители Гаваона, вот эти рабы. И на них эти законы не распространялись. Они были рабами всю свою жизнь. Итак, друзья, эта история. Выпил человек вина. Что-то произошло такое, вроде как, незначительное. С точки зрения нашего современного мира мы даже не обращаем на такие вещи внимания. Но, тем не менее, это определило судьбу народа. Это полностью изменило. Раб рабов. Вспоминали, наверное, хама они злым тихим словом, эти жители Гаваона. И по-хамски он поступился. Сейчас есть такое выражение, да, ты вы хамите, хамите. По-хамски поступаете там и так далее. Оно вошло в такую, знаете, в притчу во языцах. Даже неверующие люди знают, кто такой хам. Человек, который не почтил своего отца. Человек, который, еще раз я хочу сказать, не написано, что он смеялся. Не написано, что он как-то вот вел себя, знаете, дерзко по отношению к нему. Но, тем не менее, он просто не покрыл наготу своего отца. Я размышлял об этих вещах. Еще раз, как будто особо не принято об этом говорить. Но все же, посмотрите, насколько все серьезно. Во всей этой истории, знаете, меня коснулся такой момент. Я себе задал вопрос вообще, зачем хам рассказал об этом поступке Ноя своим братьям? Ну, зачем? Ну, это какая-то глупость. Ведь фактически, смотрите, я очень часто слышу подобные истории в наше время. Ко мне приходят какие-то люди и рассказывают мне какие-то истории. Я в наготе чей-то. Вот просто там, ты знаешь этого, то там, о-о-о, там такое, а не себя там, как о-о-о. Но я себе задал вопрос, зачем он мне вообще это рассказывает? И что? Я пойду накрою. А почему ты не можешь накрыть? Зачем мне это знать? Понимаете суть, друзья? Мы приносим что-то такое, мы выносим какую-то такую, вот поступок какого-то человека, но я только по секрету тебе, ты же человек духовный. А зачем мне это знать, если, ну, это по секрету, я духовный? Ты же ты сам не можешь это решить с кем-то? Тебе надо распространять это, тебе надо как-то носиться с этим. Послушайте, вот вам реальный пример. Люди, люди, достойные того, чтобы спастись в ковчеге, которых жизнь была изменена, которые начали свою жизнь с чистого листа. Чем не верующие, а? Жизнь, спаслись от развращенного мира, спаслись от уничтожения, наказаний Божьим и так далее. Мы, родившись свыше, начали свою духовную жизнь с чистого листа. Зачем мне чужая нагота? Ну, ты же пастырь, послушай, зачем мне это слушать? Почему ты не укроешь его сам? Ну, это ж, надо сесть, посовещаться, подумать, кому надо. Послушай, некоторые вещи, они очень простые. Взял и накрыл. И забыл, и замолчал. Зачем об этом говорить с кем-то? И здесь очень интересный момент. Я не говорю о соучастии во грехе. Есть разница, друзья. Но я говорю о таких ошибках, о таких моментах, которые мы все с вами совершаем. Извините меня. Бывают ситуации в нашей жизни, когда все мы лежим в своем шатре оголенные. Мы сотворили какую-то глупость. Кто-то сказал слово, знаете, вылетело. О, ты слышал, как он разговаривает? А он что, всегда так разговаривает? Нет. Я не думаю, что Ной был алкоголиком. Меня простите, почему считать так? Не думаю. Потому что он бы не был праведником. Стал бы Бог спасать зависимых людей. Ну, подумайте так. Нет. Он не был просто совершенным. Но был праведником. И я вам хочу сказать, что праведники – это люди несовершенные. Мы очень часто не даем права на ошибку друг другу. Мы лишаем права на ошибку. О, посмотрите, это пастырь. Пастырь святой человек. Никогда слово лишнего не скажет. Никогда там не буркнет. Никогда ничего нет. А я вас прошу. Я не видел таких пастырей. Потому что все пастыря – люди. А из-за того, что мы не покрываем иногда нужду, наготу друг друга, они живут в постоянном напряге. А знаете, как тяжело жить детям верующих родителей? Пастырей особенно. Они не могут быть простыми детьми. Они не могут просто пойти и накосячить где-то. Потому что они дети пастырят. Вот твой отец такой вот уважаемый человек. Послушайте, да, уважаемый, но он маленький. И если папа сильный и вырос в это, то он еще не вырос. Дайте право ему быть ребенком. Ну как же? Ведь твои... Что это? Это кого-то строит. Это кому-то помогает. Это становится легче людям от этого. Скажите, пожалуйста. Легче стало хаму от того, что братья покрыли наготу? Нет. Это закончилось рабством. Это закончилось рабством. А те, как были благословенные, так и остались благословенные. Более того, у них появились еще и рабы, которые им служили. Уловите эту суть, друзья. Притча 10 глава 12 стих говорит. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Притча 10-12. «Ненависть, она возбуждает раздоры, а любовь покрывает». Покрывает. Какие? Все грехи. Любовь покрывает все грехи. С Нового Завета, пожалуйста. 1 Коринфянам 13, 7-8. 4-7, вернее. 13-4-7. Описывается любовь. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Друзья, любовь накидывает покрывало на поступки человека. Запомните это. Любовь не глумится над ошибками людей. Она накидывает покрывало. И если в своем сердце вы видите вот это состояние, когда вы знаете, такого, типа, он вытворил, «Ха-а-а, та-да-да-да, видели, видели, ну все, 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 можешь не говорить, больше мне ничего. Послушайте, любовь так не поступает». Так написано, друзья, любовь накидывает покрывало на поступки людей, на грехи людей. Еще раз, я хочу, чтобы вы услышали, я не говорю о каких-то вещах, которые, знаете, когда ты становишься соучастником чьего-то греха. И я сейчас объясню эту разницу. Библия приводит нас к определенному порядку решения конфликтов. Что такое конфликт? Это проблема, которая есть. Это разделение, это нечто не очень приятное, нечто не очень хорошее. 1 Иоанна, 5 глава, 16-17 стих говорит следующее. «Если кто видит брата своего согрешающего, грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. И есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Грех Ноя, он не был к смерти. Это был обычный человеческий поступок. Ничего из ряда вон. Это не был такой поступок, после которого нужно побить его камнями. Когда мы говорим о грехе к смерти, я понимаю это таким образом, что это грех, после которого человека побивали камнями. Смертный грех. Не приносилась жертва за этот грех. Просто брали, выводили за город и дружно всем городом накладывали такую большую кучу камней на него. И те свидетели, те, кто первые видели, это были первыми, кто это делали. И мы понимаем, что на самом деле во всем Писании сталкиваемся с такими грехами к смерти. И что это могло быть? Это могло быть, например, идолопоклонство. Когда человек активно провозглашает язычество в еврейском учреждении. То есть это не проходило. Если человек, например, живет в блуде. То есть написано, истреби грех. Не договорись, не покрой. Истреби. Это мог бы быть, например, бунт против священника. Или какие-то определенные моменты, которые оговорены Писанием, где Бог говорит, послушай, не надо приносить жертву, платить выкуп за это. Истреби такого человека. Он не должен находиться. В остальных моментах Бог учит о том, что вопрос нужно решать. И решать его правильно. И если мы говорим в свете Нового Завета, единственным грехом, о котором мы можем говорить, что это грех к смерти. Грех, за которого нет искупительной жертвы. Это хула на Духа Святого. Это состояние, когда человек осознанно противостоит Богу. Понимая о том, кто такой Бог и что Он делает. Я не думаю, что это какие-то случайные слова или какие-то, знаете, такое младенчество. Это когда человек осознанно. И я думаю, что, знаете, кто именно согрешил этим грехом, находится в понимании Бога. Мы можем делать какие-то предположения, но тем не менее. Написано, что не простятся. И если мы говорим о всех остальных грехах, они простятся. Послушайте, как бы ваш брат не оголился, за это есть жертва и шо? Ну как же, как же? Я видел, он курил. Плохо, согласен. Но ты должен не кричать об этом. Не бежать сразу. Я видел, видел. Пойди с ним говори. Почему ты не поговоришь? Ну, я не знаю, мне как-то неудобно так. Очень хорошо. Вспоминайте хама. Он тоже вышел. Он же ничего такого не сказал. Он сказал правду. Там наш папа лежит, кстати. Так уже накидался этого вина, что вот такой вот вид у него не очень-то хороший. Итак, когда мы говорим о таких вопросах, Библия дает нам определенный порядок решения их. Смотрите, друзья. Матфея, 18 глава. Вы знаете ее, с 10 по 17 стих. Достаточно большой отрывок, но мы прочитаем его. Матфея, 18, 10, 17. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели у 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. И если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе как мытарь и язычник. Итак, смотрите, интересный момент. Если согрешит против тебя. И там дальше написано, не пойди говорить кому-то, но пойди и поговори с ним. Там не написано конкретно, каким грехом он против тебя согрешит. Серьезным, несерьезным. Но там не написано, пойди к пастырю, возьми его за руку, пойди к своей соседке Люсе, или кому-то там еще, знаете, брату Коле, или там еще кому-то. Ну, как вы понимаете, имена вымышленные. И начни с ним консультироваться о том, как ты будешь это самое. Даже если это твои братья, послушайте, даже если вы вместе покаялись в один день и крещение приняли в одной церкви, в одном проруби и так далее, и так далее. Написано, не делай так. Пойди к тому человеку, против которого у тебя есть слово, что ты хочешь ему сказать, и поговори с ним. И причиной, по которой ты должен это сделать, потому что ты хочешь приобрести этого человека. Так написано. Если он услышит тебя, и твой приход не должен быть, знаете, как перст карающий такой, который, слушай сюда, сейчас я буду тебя исправлять. Я отвес посланный в твою жизнь, я уровень на твою голову, смотри на меня. А-та-та, дара-та-та. Я вам говорю, это не работает. Это отвращает. Тебя никто не услышит. И такой человек, он тебя не услышал, ты говоришь, вот, он не услышал моего праведного обличения. Теперь я пойду со свидетелями. Послушайте, некоторые люди, они так обличают, что ты не хочешь их услышать. Потому что это не обличение, это какое-то избиение, знаете. И такое, в такой самоправедности, с такой подачей, знаете, вообще не тот дух. Посмотрите, то, что мы говорили о том, что любовь, она покрывает грехи. Она покрывает наготу. Любовь, и это не просто самоправедность или какое-то такое рубилово с плеча. Это то, что спокойно покрывает. Это то, к чему есть контакт. Это то, понимаете, да, сути, друзья, библейского решения таких вопросов, библейского решения конфликтов. И мы говорили с вами о последствиях небиблейского решения конфликтов. Можно попасть под серьезное проклятие, которое будет отражаться не только на тебе, любимом, но и на всех тех детях, внуках и так далее, которые будут у тебя, которых ты никогда не узнаешь. Рабами рабов могут стать. Друзья, это серьезные вещи. Итак, ты увидел, кто-то поступает неправильно, он допускает грех. Покрой его поступок своей любовью и поговори с ним об этом. Поговори. Где-то человек не пободрствовал, сказал глупость. Вы знаете, я иногда говорю глупости, мне стыдно, но я ничего не могу поделать. Вот что-то я где-то там не пободствовал и что-то там ляпнул, как говорят в народе. Тоже бывает. Я очень сильно бы хотел, чтобы люди, которые это услышали, они покрыли меня любовью, но не начали говорить где-то за моей спиной. Вы знаете, какой он вообще? Он периодически такое может загнуть. Он там такое, знаете, эх. Если я это и сказал, то, поверьте мне, не со зла. Если я наступил кому-то на любимый мозоль, то это не злой замысел, это такой замысел коварный, знаете. Но некоторые думают, что это коварный замысел. Четко спланированный, знаете, или такой с таким просто. Абсолютно нет. Послушайте. Случается. И Писание говорит, что если ты в глупости сказал неправильное слово, приложи руку к своим устам. Закрой рот. Помолчи. Просто помолчи. Тем не менее, смотрите. Ты увидел, что кто-то это сделал. Больше никто не видел. Не надо никому говорить. Пойди поговори с этим человеком. На мудрого человека иногда достаточно просто поговорить. Иногда мы обижаем друг друга и даже не знаем об этом. Не со зла. Просто мы не знаем, мы не замечаем, мы не понимаем, что мы обижаем друг друга. И достаточно просто, чтобы с тобой поговорили. Иногда недостаточно. Иногда человек тебя не слышит. Тогда попроси кого-то с тобой пойти и объяснить, что послушай, я тебе пытался донести вот эту, вот эту идею. И это останется между нами. Мы не будем делать, знаете, такой черный список тебя заносить, тех людей, которые вот такие плохие, коварные и так далее. Мы хотим, чтобы ты поменялся, чтобы ты больше так себя не вел. Потому что, смотри, последствия этого поступка вот такие, вот такие, вот такие. То есть, иными словами, возможно, знаете, ничего не надо было Ною говорить. Он сам бы протрезвел и понял, что перебрал, что это был перебор. Не рассчитал. Сильно уж уродил виноград хороший. На новой земле, оплодотворенной, так сказать, потопом и костями тех людей, которые умерли. Не рассчитал человек. Другое дело, если бы он постоянно закладывал. Я думаю, что Бог бы сам очень бы тоже обратил внимание на эти моменты. Итак, смотрите, цель всего этого процесса – обличение, приобретение человека. Ваша цель, когда вы хотите что-то сказать, приобрести человека. Если вы скажете это мне, вы его приобретете? Да какое мое дело до той ситуации, которая между вами была? Если вы сами ее можете решить, эту ситуацию, уловите суть. Я не против помогать решать какие-то конфликты, вопросы, но только, знаете, моя участь начинается вот как минимум после первого этапа, если меня попросят в этом участвовать. Я не хочу разыскивать конфликты, в которых я обязательно должен участвовать. Я за то, чтобы вы сами решали конфликты друг с другом. Чтобы не было такого, знаете, пастырь, как особое решение всех вопросов. Это неправильно. Это неправильно. Писание говорит, что ты видишь, что он против тебя согрешил? Пойди и начни с ним разговаривать сам. Это твоя ответственность, не моя. И только если ты правильно поговорил с ним, и правильно все рассказал в любви, и он не услышал, давай будем делать вместе. А если и всех не услышать, тогда давайте все, потому что это уже становится проблемой для всего тела, это опасно для всего тела. На это нужно реагировать. Смотрите, 1 Тимофея, 1 глава, 5-6 стих. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицимерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Цель увещевания, что такое увещевание? Вот это и есть увещевание, разговор, наставление, какое-то объяснение каких-то поступков, смысл вообще вот этого действия, не просто нагнуть человека и опустить его, знаете, как его, кто он есть, его самооценку, его как личность, наказать его, как-то там ткнуть. Кто это сделал, кто это сделал, ай-яй-яй. Это не цель, это неправильная цель, заканчивается плохо. Есть любовь от чистого сердца и доброй совести, любого чистого сердца, а не корыстного, и нелицимерной веры. От чего, отступив, некоторые уклонились, куда? В пустословие. Так вот, я вам скажу, если вы в своем увещевании не руководствуетесь любовью и желанием приобрести этого человека, а начинаете где-то разговаривать с кем-то, это пустословие. Это не любовь, это не приобретение, это не созидание, это просто болтовня на разрушение тела Христа, на разрушение семьи. Потому что что-то, я думаю, что произошло в той семье Ноя после этого поступка. И это не было что-то такое веселое. Они понимали, вот растет Ханаан, проклятый, будет рабом. А он рос и думал, вот, папа мне, короче говоря, подставил. Вот. Ну, да. Итак, друзья, я очень благодарен тем людям, которые, видя мои какие-то поступки, они просто говорили со мной. Я хотел бы иметь таких друзей. Мне неинтересно иметь друзей, которые здесь, они улыбаются мне, а сзади они рассказывают о какой-то моей наготе. И я сейчас говорю, знаете, в общем. И я понимаю, что это достаточно открытая, щепетильная тема. Это вы не подумайте, что я постоянно в наготе. И пытаюсь перед кем-то оправдаться. Но, тем не менее, я хочу сказать, что случается. И я знаю точно, что у вас, у каждого случается. И есть моменты, за которые стыдно каждому. И о которых мы не хотели бы, чтобы говорили вслух. Мы приносим их перед Господа. Но, знаете, что есть моменты, о которых мы не догадываемся. Это зона наша слепая. Мы где-то не бодрствуем. Мы где-то, ну, просто не понимаем, что мы грешим. И здесь рядом я бы хотел видеть возле себя людей, которые в любви покрывают мою наготу. Которые где-то находят какой-то момент, когда я слышу. И пытаются говорить со мной. Объясняя о том, что, послушай, мне беспокоит то, что ты вот так себя ведешь. Потому что я заметил вот это, вот это. Очень многие вещи я просто не вижу. Поэтому я вам так скажу. Вы меня простите. Если я вам что-то сотворил, это не со зла. Я просто не увидел, скорее всего. Где-то что-то сказал. С кем-то не поздоровался. Где-то как-то там забыл. Пообещал и не сделал. Забыл. Суетился или поленился. Поленился. Вы простите меня. Ой, спасибо, Лариса. Вот видите, она поступает как нужно. Да, 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 да. Покрыла при всех мою наготу. Ну, я люблю тебя, Лариса. В любом случае. Ну, я знаю, я знаю. Итак, когда мы... Знаете, когда люди так не делают, а я понимаю, что потом что-то... Я бы думал там, интересно. Это ж сколько людей об этом знает. Это ж они все, наверное, думают вот так вот. А тут они улыбаются, говорят, здравствуйте, там, знаете. А внутри думают, а-а-а-а. Здравствуй, здравствуй, да, друг прекрасный. Сегодня время учиться правильно разговаривать друг с другом. 1 Петра 4,8 говорит следующее нам. Более всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Более всего имейте любовь друг к другу. Потому что любовь, она покрывает. Вы знаете, покрытие поступков вообще не свойственно мирским стандартам. У нас вот есть вот такое вот состояние... Вот посмотрите новости, посмотрите интернет. Все в погоне за каким-то грязным бельем. такая-то там опозорилась. Вся страна вздрогнет, потому что там эти желтая пресса, вот, то, то. Это выискивается, это приносится какой-то такой подарок, знаете, сенсация, новость. Послушайте, это мирской подход, и он абсолютно противоречит Писанию. Абсолютно противоречит Писанию. Мы не должны быть, как дети, которые, знаете, в садике кто-то там описывался в штаны, все говорят, а-а-а, сами такие же, но а-а-а. Помните эти моменты? Как, прикольно было? Не прикольно было. Это, возможно, ранит на всю жизнь такое отношение. Вместо того, чтобы взять, накинуть какую-то курточку, завести в раздиалку и дать переодеться человеку и никому не сказать, ржут, смеются и унижают. И это никому пользы не приносит. Неужели мы с вами будем так поступать? Как верующие люди, как те, кто начал жизнь с чистого листа. Неужели мы будем смеяться над мокрыми колготками нашего брата или сестры и тихонечко внутри бояться, что где-то там есть наши или будут? Потому что мы все с одного садика, мы все с одной группы. друзья, мы все иногда все в порядке. Да? Друзья, я верю, что нам надо расти. Еще раз, притча 10-12. ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Время доставать это покрывало и покрывать друг друга. Время поддерживать друг друга. Время делать нашу семью крепче. молитесь, находите какой-то такой момент, просите, чтобы Дух Святой вам показал не просто в лоб прийти и вот рассказать, короче, давай, кайся, кайся бегом, но молитесь так, чтобы приобрести этого человека, чтобы его самооценка, его достоинство, оно было сохранено. Не просто какими-то такими, помните эту историю про капитана и его помощника, которые я рассказывал уже несколько раз, когда капитан заступил с помощником на вахту и помощник выпил с торпом и на следующий день капитан в журнале с самым морском записал, типа, помощник Сидоров вчера на вахте был пьяным. Тот говорит на следующий день, говорит, слушай, ну что ж ты так, мы с тобой уже 30 лет в море ходим, неужели ты ж видел, что это единственный раз за все время? Говорит, ну это ж правда, вот я должен быть в этой правде, говорит, ну ладно. На следующий день там помощник вступил на вахту и записал в этом журнале морском, капитан Петров сегодня был трезвый. это же правда, да? Ну такая правда, что лучше бы ты ее не говорил. мы смотрим друг на друга и говорим, сегодня он там вот так себя ведет, да, а ты всегда вот не так, да, ты вот молодец, во всем молодец. я верю, я верю, что должно прийти смирение в нашу жизнь. Друзья, еще раз, не соучастие к греху, но должно прийти состояние сопереживания друг за другом. я здесь не для того, чтобы унизить тебя. И я говорю с тобой не для того, чтобы ты почувствовался пустым местом. Я хочу, чтобы ты исправился. Я хочу помочь тебе исправиться. Пускай это будет нашей борьбой, нашей тайной, нашим секретом. Мы будем с тобой вместе поститься. Если мы будем видеть, что мы не справляемся, мы попросим помощи у кого-то еще, у служителей или, может быть, мы поедем вместе на энкаунтер где-то или как-то, как-то что-то будем думать. Если, ну, вообще сложно нам все вместе будем, но, может, мы поможем тебе и ты поедешь на рип-центр. Но это случается, все срываются, у всех что-то происходит. Мы не все совершенны, скорее, мы все несовершенны. И нам всем нужна благодать, нам всем нужно прощение, нам всем нужно Божье обновление, Божья жизнь для того, чтобы мы были живы. Аминь. Давайте мы закроем наши глаза. Святой Господь, Боже, мы осознаем свою зависимость от Тебя. И если бы Ты открывал всю наготу нашу, наготу каждого, никто бы не выдержал. Боже, никто, если бы обличениями Ты наказывал людей, никто бы рассыпался бы, как от моли наша красота. Мы бы стали, Боже, подобны ржавчине, потому что мы все нуждаемся в Тебе. Ты приходишь Духом Святым и обличаешь нас один на один. Ты работаешь с нами один на один, и если мы не слышим, Ты используешь другие пути, даже обстоятельства, даже других людей, Господь, но Ты заинтересован в том, чтобы сохранить наши достоинства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова